Привет, друзья! Ну вот, я привезла вас еще в одно старинное место. Это церковь Святого Лаврентия. Старая, Old Church называется. Вот так она выглядит. Немного схожая. Это церковь XII века, как написано. И она знаменита не только тем, что она самая старая, но и тем, что она самая маленькая церковь в Англии. Это англиканская церковь. Вот она была 20 футов в длину и 12 футов в ширину. Потом вот в 1842 году ее реставрировали. Немного удлинили. Вот видите, вот этот вот маленький такой, это называется Новый Алтарь. Он был достроен уже в 1842 году. А вот эта вот малюсенькая церковь, она сохранилась в первозданном виде. Ну, отремонтирована, конечно, отреставрирована. Но это XII век. Сейчас зайдем внутрь, я вам покажу. Ну, вот здесь еще у входа обращают на себя внимание вот этот вот старинный колокол, как вы видите, который сюда был привезен в 1777 году. Это вот тоже, видите, на нем надпись 1777 год, старинный колокол. И дальше мы входим по ступенечкам в эту церковь. Она довольно маленькая, вы знаете. Высокие даже, наверное, мужчины сюда и не зайдут. Даже для меня маловато. С моим метр шестьдесят пять. Ну вот, недаром говорят, что люди были все-таки мелковаты в давние незапамятные времена. Вот, посмотрите, что она из себя представляет внутри. Она уже более цивильная, конечно. Немного похожа снаружи на церковь Святого Бонифация 1070 года, которую я вам показывала, но все же немного другая. Вот, что здесь у нас еще? Ну, вот видите, как у них интересно. Это на каждом месте для молящихся. Вот Библии, маленькие, большие. Старый Завет, Новый Завет. Все эти Библии, если хочешь, приходи, бери, молись. Здесь опять же шандалер. Вот такие старинные, с натуральными свечами. Она побелена, выглядит чистенько. Здесь еще обращает на себя внимание вот такие вот вещи. Вот это вот тоже старинное, как называется, где омывают руки с водой. Такая ниша, не знаю, как она называется, но вот она, как говорят, сохранена. Ей более 500 лет. Вот такой алтарь. Это немного он в другом уровне, как вы видите опять. Это то, что было достроено в 842 году. Церковь была удлинена вот совсем на такое маленькое пространство, которое теперь занимает алтарь. Здесь витраж. Но витражи – это все тоже уже новое, современное. Что здесь можно еще отметить? Да, вот здесь вот лежит очень старая Библия также. Я ее уже посмотрела. Она более 1400 страниц, 1460 там с чем-то страниц. Вот такая Библия. Но она… Я открыла титульный лист. Вот он, Holy Bible. Может быть, будет интересно тому, кто этим увлекается. Но, к сожалению, опять никакого года я здесь не увидела, друзья. Года выпуска этой Библии. К сожалению, не нашла. Может быть, плохо смотрела. Но вот, к сожалению, нет. Видите, дальше уже идут страницы. И дальше уже вот этот текст. Библейский. Может быть, псалмы. Так же вот эта купель, она везде значится во всех… Если вы смотрите исторические какие-то документы, во всех документах. Вот эта вот старинная купель, которая была найдена случайно в саду. Она использовалась просто как для птиц, для воды, для корма. А потом вот ее нашли и принесли сюда. Потому что она именно к этой церкви относится. Это также 12 век, друзья. Вот такая старина. Еще написано, что здесь есть какой-то крест, которому 500 лет. Но, знаете, что-то вот я смотрю вокруг, и я не вижу. И я не нахожу этого креста. 500 летней давности, к сожалению, нет. Здесь отопления никакого нет. Вот у меня тоже иногда спрашивают. Вот видите, просто современные такие электрообогреватели стоят на стенках. Вероятно, когда здесь происходят какие-то служения, богослужения, то включается отопление. Здесь вот, видите, это типа трибуны опять какой-то. Ну, зонтиком закрыт. Вот здесь старинные письмена опять. И вот это вот, как вы знаете, старинный-старинный герб английский. Его можно во многих церквях увидеть также. Вот он сейчас немножко, конечно, преобразован. Он выглядит по-другому, этот английский герб. Но на нем всегда присутствуют вот лев и единорог. И здесь написано наверху, если вы видите, 1663 год. Вот такой вот английский старинный герб. Здесь эти балки старинные, вон они наверху тоже сохранены. Но, вы знаете, вот как-то эта церковь почему-то на меня вот так вот не произвела такого впечатления удручающего, что здесь происходили кровавые события. Я на это очень сильно реагирую. Но вот здесь у меня вполне спокойное ощущение. Не чувствуется здесь каких-то страстей. Так, ну и вот еще какая-то тут купель. Купель, наверное, для крещения младенцев. Тоже написано, что она, ей 500 лет. Ну, и я, как обычно, все смотрю везде. Ну, это все уже просто тут как бы какие-то книги отзывов. Если мы выходим и смотрим вокруг, мы также можем увидеть старинные каменные плиты, захоронения. Вот эти вот все непременные кладбища вокруг любой церкви. Она, видите, ограждена стенкой такой. Очень маленькая занимает место. Вот так вот я вам панорамку покажу вокруг. Знаю, что это, друзья, знаете что? Очень редко сюда какие-то наши русскоязычные туристы попадают. Потому что места, во-первых, очень далеко. А во-вторых, конечно же, это надо точно знать. Вот я сейчас опять ехала. Я ее искала очень долго. Это где-то 30 минут от моего дома я ехала. Это вентнер опять. И, вы знаете, еле-еле нашла по навигатору. Ну, вот я посмотрела эти плиты. Здесь трудно что-то прочитать, так скажем. Вы знаете, даже годы не читаются. Вот здесь по ступенечкам вниз еще маленькое такое место для захоронений. И там дальше за стеной, видите, по-моему, уже более современные захоронения. Сейчас посмотрим. Вот такие еще могилы. Но это уже 1985-86. Ну, то, что я и говорю, что это уже какие-то современные могилы. Они читаются легко. Если вы видите, он 2013 даже год. То есть действует это кладбище. Очень красиво. Посмотрите, сколько цветов здесь. 2002-й вот та черная надгрубная плита. И вот такой великолепный вид вокруг. Вентнер у нас находится на побережье пролива Ла-Манш. И он на очень высоком месте. Обзор отсюда шикарный. English Channel или пролив Ла-Манш. И примула кругом цветет, цветет, цветет. Вот я посмотрела вот эти вот надгрубные плиты. Написано 1841 год. А здесь не вижу. Это вот так вот захоранивают у них. Подхоранивают этот пепел. Остатки после кремации. Вот еще с другой стороны. Как красиво смотрится эта церковь. Видите? Птицы поют, как обычно. И вот так вот она смотрится. Сзади. Это церковушка. Церковь бережно охраняется. Тут есть специальные люди, которые за ней следят. Поддерживают это все в надлежащем порядке. Вот видите, стригут газоны. Сажают цветы. Это все у них очень-очень скурпулезно ценится, поддерживается. И все следят за этим. Но и что еще интересно и хорошо, то что, понимаете, одно дело, когда вы с экскурсиями ходите в такие места. А другое дело, когда вы просто приходите, церковь открыта. И вы можете просто сами посидеть, пообщаться с самой собой или с Богом, кто верит. Церковь, повторяю еще раз, англиканская. Вот так. 12 век точно. Год, к сожалению. Я не знаю, я прочитала все, что могла прочитать об этой церкви, о всех источниках. Вот написано 12 век. Вот такая вот церковь Святого Лаврентия. Самая маленькая церковь в Англии, друзья. Ну, а на этом мой обзорчик я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои отзывы, ставьте лайки. Не забывайте смотреть рекламу. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока.